Привет! Как дела? Сегодня будет рассказ про Lake District, то есть долину озер в Великобритании. Мы ездили туда с братом, когда я впервые приехала в Лондон. Он взял машину в прокат, и мы поехали по нескольким английским городам, заехали в Басс, Ливерпуль, Блэкпул и доехали до долины озер. Но так как мы путешествовали уже 3 или 4 дня, и зарядил дождь, а мы ночевали все время в палатках, в общем, я чувствовала себя некомфортно без душа, без горячей ванны, еды и так далее. Помню, мы приехали туда вечером, буквально ничего не увидели, на одном озеро заехали, ночевать там было негде. И в каком-то кемпинге переночевали, утром почистили зубы в каком-то публичном туалете. И сидим такие в машине, и он говорит, ну что, пойдем в горы. А он любил с палаткой в горы, куда-то, ну такой хайкинг. А я этим не очень увлекаюсь, и такая сижу и говорю, может быть не надо, может быть не стоит. Ну и видимо он тоже как бы устал немного, все время за рулем. И говорит, ну ладно, в следующий раз съездим. И вот так вот мы никак не съездили. Я все время помнила о долине озер, мне хотелось туда попасть, посмотреть, что же там за озера. Горят сказочные места. Но так и не попало. То есть доехать до туда своим ходом мне было невозможно. Может быть там и ходят какие-то поезда, но они очень дорогие. А между озерами перемещаться на чем? У меня британских прав не было. Международные права я делала, но они истекают через год. А я так и не рискнула сесть за руль и поводить машину по британским дорогам. А вот в 2018 году, когда я уже училась на MBA, у меня было свободное время. Хотя, ну как сказать свободное время? Конечно, все свои эссе я писала в дороге. И мы с друзьями увидели объявление, что есть тур, который организует русская туристическая компания. И мы решили, почему бы не съездить? Цена была приемлемая. Честно, не помню. То ли 40, то ли 80 фунтов. Наверное, 80, потому что там еще входил отель. Путешествие было запланировано на 2 дня. Наверное, 80. Ну и там какая-то там еда, сувениры и так далее. В районе 100 фунтов, скорее всего, обошлось. Честно говоря, не помню, сколько это стоило. Но недорого. Я могла себе это позволить. И мы вот так вот рано утром сели в районе Хаммерсмит. Там новый отель такой. И там у них остановка, где они забирают, если едут на запад. И мы поехали в Лейк-Дистрикт. Этот национальный парк находится на северо-западном побережье Великобритании. Точнее, Англии. Между Ланкастером, чуть выше Ланкастера, и не доезжая Карлайла. То есть между Ланкастером и Карлайлом, о которых я вам уже рассказывала. Туда мы с подружкой ездили тоже, кстати, в 2018 году. Но это было в январе или в феврале. А вот в Лейк-Дистрикт мы с друзьями попали в октябре 2018 года. Значит, что входило в наш тур? Несколько водопадов, несколько озёр, какой-то замок, плюс город, где мы ночевали, на заливе Ирландского моря. И какие-то там деревеньки, пивоварня, рыболовная какая-то ферма. В общем, обо всём по чуть-чуть я сегодня расскажу. А так, в общем, такие эмоции были очень положительные, несмотря на то, что первые полтора дня у нас был дождь. Первый день вообще ливень был. Ну, а мы гуляли в ливень, все мокрые, насквозь отогревались между тем, как мы ездили. У нас была как бы своя, ну, так скажем, маршрутка, то есть автобус маленький, где там в районе 15-20 человек русскоязычная группа. Все, кто живёт в Лондоне и захотел поехать в это путешествие, к нам присоединились. В основном там были женщины преклонного возраста, но, тем не менее, они очень интересовались и природой, и тем, что там находится, и замком, всем-всем-всем. Ну, в общем, поехали. Итак, мы выехали из западного Лондона и поехали на запад. Дорога состояла примерно 6-7 часов, и в это время нам периодически что-то рассказывали про долину озёр, но в основном была тишина, и люди между собой общались. А так как у меня был уже такой экзаменационный период в то время, мне надо было срочно писать эссе по бизнес-интеллигенс, кажется. Я помню, что я сидела и изучала Ситибанк. Мы с моей группой писали эссе про Ситибанк, и я искала информацию в интернете и читала всё это, выписывая, делая себе какие-то пометки, пока остальные между собой общались. Вот так вот проходили мои выходные. Как говорится, хочешь куда-то поехать, учись в пути. В принципе, всегда я так и училась. То в поездах сижу, там что-то в компьютере строчу или читаю, то в каких-нибудь автобусах всё это так. Если ты хочешь и учиться, а это была неотъемлемая часть моей жизни, потому что я там жила по студенческой визе, и ездить куда-то, или ходить, смотреть какие-то, изучать культуру Великобритании, то будь добр, учись в пути, как говорится. Вот так вся моя учеба и прошла в пути. В общем, у нас были какие-то остановочки, там сходить в туалет, что-то перекусить, и мы доехали наконец-то. Вторую половину дня в Долину озёр, где первая остановка была у нас, мы должны были посмотреть каменный мост и какую-то каменоломню, шахту. Ну как шахту, пещеру, примерно такую, как я рассказывала про штольни в Карелии. Но чтобы доехать до неё, там была такая узкая сельская дорога, где помещается всего один автомобиль. В Англии, кстати, и вообще во всей Великобритании, где местность такая, где на, там, я не знаю, на один гектар всего существует один дом, не делают двухстороннюю дорогу, только одна сторона и какие-то небольшие закутки раз на километр. И вот мы так ехали, ехали, и перед нами машина встала, и кто поедет, кто будет пропускать. Но так как мой автобус больше габаритный, пропускает менее габаритная машина, поэтому она поехала задом, пока не доехала до закутка, где мы могли разъехаться. Вот такие вот дороги в Англии. Ну и так как ещё и Ливенет был, дорога скользкая, там такие очень узкие, как бы между забором проёмы, что мы со своей маршруткой, она немножечко шире же, чем обычный автомобиль. Прямо миллиметражно у нас водитель лавировал, и мы ему помогали, чуть ли не держали руками. Доехали до этого моста, мост затопило, там просто такой ливень был, всё просто текло. И мы через весь этот потоп ещё попытались пройти в пещеру. До пещеры мы добрались, зашли, там тоже сначала такая арочка идёт, и выходишь на большую такую площадь. Мы просто посмотрели, интересно, я никогда ещё в пещерах не была, пофотографировались там и поехали дальше. Дальше, в буквальном смысле, мы доплыли до места, где была ферма и водопады. Доплыли почему? Потому что все дороги практически затопило, и легковые машины буквально по половину плыли тоже в этих огромных лужах. Там прямо, ну там же горная местность, и всё это течёт вниз. В общем, я не знаю, как мы там вообще выжили. Было страшновато, конечно, а вдруг оползень, а вдруг ещё что-то. Но наш водитель профессионал, и мы спокойно доехали до первого озера. И там был причал паровой гондолы. Мы немножечко тоже там потусовались, пофотографировались. Кто-то попил кофе, кто-то просто походил, погулял, поснимал пейзажи. Очень, конечно, красиво, но было уже темно, темновато. Мы все вымокшие насквозь, и ну как бы не очень зашёл нам этот причал паровой гондолы. Я вроде бы так и не увидела, но поехали мы дальше. Вышли, погуляли по одному водопаду, там тоже пофотографировались. И он довёз нас до фермы. На ферме мы решили не выходить с ребятами, а вот женщины в пожилом возрасте, они сказали, мы не пойдём на другой водопад, потому что там была горная местность, и надо было подниматься в гору. И достаточно высоко. Но мы сходили, было очень интересно, особенно в самом конце, после того, как мы возвращались уже с этого водопада, был всё ещё ливень, и такая дорога была, уходящая вдаль, извилистая. И там стояли ещё овечки. Ну, не знаю, такой живописный пейзаж. Я вот прямо просто наслаждаюсь всегда такой природой. Я это всё пофотографировала, поснимала на видео, и вот вам показываю. Субтитры создавал DimaTorzok Дальше у нас была по плану пивоварня, где мы собирались прикусить и попить пиво, местного пива. В общем, зашли туда, заказали. Очень мне понравилось такое атмосферное место. Камин горит, англичане сидят, как раз-таки владельцы этого паба тоже с нами пообщались, спросили, откуда мы, мы говорим, Раша. Они такие, о, как интересно. То есть не было такого националистического настроя, знаете, о, Россия приехала тут. Нет, если ты клиент, ты уже прав, как говорится. И мы после этого отправились уже на берег Ирландского моря, то есть на залив в город Барон Фёрнес, где у нас было забронировано два отеля. Один подороже, другой подешевле, но, естественно, я выбрала подешевле. Там мы, у нас была одна комната на четверых или на пятерых девчонок. Вообще шикарный был отель. Завтрак с утра был обалденный. Ну, типичный английский завтрак, конечно же, все жирненькое, яичница, сосиски, бобы. И именно в этом отеле я открыла для себя вот эти вот бельгийские вафли, которые были куплены в Сейнсбурге. Они просто так стояли, можно было взять. Я взяла одну, потом всю дорогу жевала. Мне они так понравились, и я узнала, что они продаются в Сейнсбурге. Вот, потом нашла у себя в Сейнсбурге. Не в каждом Сейнсбурге они продаются, но нашла, и вот на них подсела реально. Очень вкусные вафли у нас, к сожалению, в России пока таки не продаются. На утро мы решили с девчонками встать пораньше и пойти посмотреть, что это за город. Барлон Фернес, так еще звучит. Непонятно, как это название. Мы просто прошлись. Очень такое место, ну так скажем, ни о чем. То есть серое, спокойное. Там просто люди, ну просто живут. Мне кажется, они там ничем не занимаются, кроме пробежек по утрам. Очень много людей нам встретились. Там такой как раз залив был, и они все бежали по набережной. Ну погуляли немножечко и сели в автобус. И поехали на экскурсию нашего второго дня. А второй наш день начинался с озера Виндермир. Мы находимся в Лейк-Дистрик. Это озеро, сейчас скажу, какое. Озеро Виндермире. Нас привезли в порт, откуда отправляются тоже вот такие вот, по-моему, паровые гондолы. Тут я уже узрела это. И там еще железная дорога подходит. По-моему, вот как раз вот туда можно приехать из Лондона. Но как путешествовать дальше, я не знала. Поэтому сама своим ходом я так и не рискнула. Поехать целых 13 лет я ждала этого путешествия, получается. То есть в 2005 году брат попытался мне показать эту долину озер. А только в 2018 я наконец-то съездила. Вот, приехали мы в этот порт. Там такой красивый еще отель был. Мы походили с подружкой и с моим другом поснимали все это. Сами пофотографировались. Очень много яхт было. Интересно, как англичане добираются до этих яхт, потому что все же затопило. Они вот в таких вот резиновых сапогах буквально по пояс заходят в реку. Ну, там как бы причал должен был быть. Как бы, ну так как вода поднялась, они прямо буквально методом тыка до ковыляли до своей яхты и пытались ее там открыть. Но я просто так поснимала. Очень красивый был такой туман над горой. Он прямо вот клубами вился. Я попыталась снять это так, чтобы таймлапс получился. То есть подольше подержала камеру, там около 4 минуты, вот такое нагнетение облаков, темных таких черных туч. Но быстро все развеялось. И уже к середине дня вышло солнышко. И нам повезло хотя бы полдня. Мы гуляли по горам, там мы уже на горы забрались, прямо под ярким таким синим небом и солнечным светом. Но до этого мы еще заехали в замок. В замок Рай. В сам замок мы с подружкой не пошли. Мне было западло, естественно, платить там что-то 18 фунтов за то, чтобы посмотреть опять какие-то английские артефакты королевские там. Я не знаю, причиндалы всякие, которые и в Виндзорском замке я видела. И в других местах очень много есть бесплатных музеев. Поэтому я больше люблю природу. Я пошла вокруг замка смотреть другое озеро. Кстати, мы прошли вдоль пастбища, где паслись такие красивые коровы на фоне вот этой золотой осени. Изумрудные поля и вот эти вот золотого и красного цвета леса. Коровки пасутся. Вообще обалденный вид. Мне это даже больше понравилось, чем просто какие-то посмотреть старинные предметы в замке. Ну, я уже говорила, это все не мое. И мы дошли до озера. И там еще тоже пофотографировали, поснимали. Очень все было красиво. Такой на другом берегу озера красивый город открылся перед нами. И потом нас тоже группа догнала. Они сказали, что в замке не было ничего интересного. Так что мы не зря не ходили. И да, мы погуляли по этому лесу, по этому лесопарку и поехали дальше. А дальше была вот как раз-таки такая горная местность, пещера и озеро под названием Райдл. Мы очень долго взбирались вверх на гору, на такой огромный холм. И там вот нашли вот этот вот кейв, то есть пещеру, где тоже пофотографировались. Но самый, конечно, шикарный вид был вот с высоты этой горы на озеро. Особенно, когда еще было синее небо, оно отражалось в озере. И озеро было такое синее-синее, такое красивое. В общем, второй день нам больше всего запомнился. Но, к сожалению, после этой прогулки нам уже пришлось уезжать. Мы сели в автобус, загрузились все вместе и 7 часов пеликали до Лондона обратно. Но, тем не менее, несмотря на то, что был страшный ливень в первый день. И, ну, какие-то неполадки там у нас, да, дорога вся затопленная, подъем в горы. Конечно, мы все устали, но, тем не менее, поездка была великолепная. Всем рекомендую хоть раз в жизни побывать в долине озер в Великобритании. Если вы живете в Великобритании или едете туда туристом. Вот, как бы, такое было у нас путешествие с друзьями в октябре 2018 года. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok